Сильный и духом и телом 17-летний Антон активно готовится к своим первым соревнованиям. В перерыве между спаррингами спортсмен анализирует ошибки. Не хватает дыхания, нужно больше нагрузки давать себе, что я сейчас делаю. То есть во время, когда себя отдыхают, например, я работаю по воздуху или по груши. Антону пока далеко до соперника. Слишком тот быстрый. Еще бы 24-летний Евгений Олеференко, чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира. Говорит, что в паратэквондо он нашел себя, хотя до этого увлекался разными видами спорта. Я всю жизнь занимался спортивной деятельностью. Я и легкой атлетикой выступал на российских играх, по бегу, по прыжкам в длину. В областных соревнованиях и по теннису участвовал даже. И потом как-то вот встал в одну колею, и когда ухожу из зала, просто мне этот кайф не передать словами. Евгений тренируется каждый день, отрабатывает тактику ведения боя. Раз он может отражать атаки только одной рукой, спортсмен делает упор на ноги. А еще старается работать корпусом, чтобы вовремя уклоняться от ударов. Я выполняю удар, ты ставишь блок. Я выполняю, меняешь стойку, я выполняю второй удар, и ты работаешь корпусом. Пара тэквондо свои правила, в голову бить нельзя. В основном спортсмены целятся в корпус, в специальный защитный жилет. А в остальном все то же, что и у обычных тэквондистов. Только выкладываются эти ребята гораздо сильнее, говорит их тренер. Бывает стоит такой, у него даже форма не мокрая, у него волосы не вспотели, а вот у этого добок можно выжимать. Отдача от таких людей, их работоспособность, их желание добиваться чего-либо, оно обусловлено их физическими возможностями, оно выше, чем у других ребят. Эту особенность заметил в свое время и Валерий Воробьев. Среди тренеров его называют пионером Свердловского параспорта. Пять лет назад он начал тренировать спортсмена с ограниченными возможностями здоровья. Александр Кривощоков из-за дорожной аварии лишился руки. Это был у нас первый паратэквондист в области. К сожалению, у него не получилось добиться высоких спортивных результатов, но он очень упорно тренировался, я тоже могу его здесь отметить, наверное, как человека, который стал в областном тэквондо как бы таким лидером. Сейчас в области появилась общественная организация, которая хочет поднять паратэквондо на новый уровень. 8 ноября в Верхней Пышме пройдет чемпионат России. На него свердловчане пригласили более сотни спортсменов из разных регионов страны. Кроме того, организаторы надеются. Может быть, глядя на них, кто-то из зрителей захочет заниматься паратэквондо. В Свердловской области есть потенциал для развития этого спорта, уверен Павел Половников. Сама идея была завязана на чем? На том, что где есть тэквондо, там должно быть тэквондо для инвалидов. Именно должно быть. Потому что есть такая возможность. Там есть действующий тренер и так далее. Сегодня городов в Свердловской области, которые развивают тэквондо, их достаточно. Павел надеется, уральцы будут представлять страну и на олимпийском уровне. Недавно этот спорт был включен в программу пара олимпийских игр в Японии. Они пройдут в 2020 году. К ним надо начинать готовиться уже сейчас, уверены уральцы. Поэтому расслабляться некогда. Александра Поддубная, Сергей Шемид, НТРА ТВ